Добрый-добрый-добрый день всем! У микрофона Друг, это студия Агрокам ТВ. Ну что мы, переключаемся на матч, который прошел сегодня ночью. Ну и вот в повторе, в прямом эфире, комментируем его специально для вас. У нас команда Вичи Гейминг играет против команды Team Secret. Сборная лучших, наверное, игроков Европы. В свое время лучших игроков Америки. Тут тебе, пожалуйста, и Артизи, тут тебе и Эсфо, и Зай, и Пупей, и Куроку. Прям расчудесная команда Team Secret. Все это понятно. Правда, они немножко темп избавили после своего создания. Появились они после Интернешнл, а теперь перед Интернешнлом немножко послабее смотрятся. Может быть, другие стали сильнее, поэтому Сикрет так жестко не всплывает, как раньше. Но с другой стороны, по-прежнему на уровне, и тут на классе можно выигрывать. Касательно команды Вичи Гейминг. Вичи Гейминг – прошлогодний финалист Интернешнл. Вичи Гейминг сейчас идут первые в списке по рейтингам. ВГ в порядке. И по составу ВГ тоже просто прям загляденье, а не команда. Ну, давайте посмотрим на схватку двух, по сути, Титанов, европейской и азиатской, конкретно китайской, доты. И посмотрим, кто у нас да как выглядит на данный момент. Катка у нас в формате Best of 3. Все это в формате Beyond the Summit. И все это обещает быть достаточно интересным. Сикрет. Взяли себе уже Чена. Забрали себе Бристлбека. Взяли Бэйна и Драгон Найта. Думаю, что Драгон Найт, скорее всего, для Артизи пойдет на мид лейн. Или, например, для СФО пойдет на мид лейн. Вот, Артизи еще своего героя, скорее всего, не получил. Вряд ли это будет Брист. Брист, скорее всего, пойдет в сложную. Бэйн, я думаю, будет, понятное дело, саппортить, чем для Пупея. Ну, и Бэйн, скорее всего, для Куроку. Ну, еще один пик нужен команде Сикрет. Забанили Лину. Игрокевич и Гейминг сами уже напикали. И Веспа, и Баунти Хантера, и Инвокера, и Андайинга. Кого-то бы по две спа неплохого здесь. Такого прям мульти-ДДшника. Ну, Тинни, видимо, уходит у нас в бан со стороны Сикретов. По лайнам расстановки. В принципе, все равно не хватает какого-то рукастого жесткого керри. Свен, скорее всего, может появиться для команды Вичи Гейминг. Они не часто данным героем играют. Я, по-моему, на моей памяти ни одного... Ни одной катки нет, чтобы Свен заходил у команды Вичи Гейминг. Но чем, в принципе, команда Вичи Гейминг славится? Это тем, что игроки универсальны. Впрочем, как и среди Сикретов. Касательно Сикретов, последний пик у нас Лешрак. Если комбат команды Сикрет зайдет, если все тут будут убивать, пушить, пушить, убивать, убивать, пушить, может пойти. Не пойдет, то, мне кажется, очень рано может игра команды Team Secret развалиться. Потому что герои сами по себе хлипенькие. Например, Лешрак, например, Бэйн, например, Чен. Разваливать их несложно. Да и Драгон Найт на ранних левелах тоже не самая серьезная цель. То есть не самый неподъемный камень. Бристлбэк для Зая. Зая отправляется в сложную на Бристе. Курок уберет себе Бэйна, Пупей для Чен. Артизия берет себе Лешрака. И Сфо будет играть на Драгон Найт. Со стороны команды Вичи Гейминг. Разор для Хао. Пожалуйста, будем фармить. Супер. Берет себе Инвокера на Мидлейн. Айсайсайс на Гандайнге отправляется в сложную. Ну и дальше что? Дальше Фенрир и... И-и-и-и-и-и. Где же моя память? FY. FY в составе команды Вичи Гейминг. Ну, в принципе, тут не так давно. Вот только что, кстати, мы смотрели, как Алоха Дэнс у нас на Баунти Хантере. Вроде тебе и саппорт, а с другой стороны такой саппорт, который половину игры на себе тащит. Баунти Хантер вещь неприятная. Баунти Хантер с Дагоном вещь еще более неприятная. Да и с Оркедом. С чем угодно. Вижен дает. Экшен имеется. По карте бегает, наводит страх на всех саппортов. Супер полезно. Лишрак у нас сегодня... Косплеит, по-моему, Вэйрку. Или что-то такое. Ох и нарядец на Лишраке, конечно. Щипцы называется голова у нас Лишрака. Голова супер серьезная. Голова супер серьезная. Весь в расточках. Весь, в принципе, модный, стильный, молодежный. Ну, новый... Новый сет на Лишрака. Смотрится, в принципе, неплохо. Ф-Вай уже в инвизе. Ф-Вай уже готов, в принципе, давать инфу своей команде. Лишь бы подходили. Смотрим. Хао и Айс Айс Айс. И у Айса ничего пока не вкачано. Теперь Дикей вкачан у Айса. Ф-Вай у нас уходит в Найтмэр. Айс Айс Айс. Дикей по троим. Пока что Хэпп немножко потерял только Ф-Вай. А Айс Айс Айса пытаются надамажить. Ну, нашли кого бить, да? Зая с Квилл Спреем будут здесь месить игроки команды Вичи Гейминг. Это явная ошибка. Зай тут, в принципе, всю команду Вичи Геймингу низить может. Брист злой. Брист опасный. И на ранних лвелах Брист с тремя-четырьмя Квилл Спреями прям невывозимый просто. Топ руна никого не интересует. Может, Артизи смело туда бежать. Или, например, СФО. СФО отправляется на топ-лейн, забирает баунти-руну. Внизу баунти-руну забирает инвокер. Команды Вичи Гейминг расходятся на собственной линии. Хао вместе с Фенриром. Разор плюс Виспа отправляется у нас на топ-лейн. СФО на Драгонайте будет играть в мид-лейне. Уже Боттл у него есть у Супера. Есть нул-талисман. Супер зарядился здесь фарм. Но СФО для фарма надо манай. Не надо. Какой-то дэмэдж. То есть, не очень бы представить, что Драгонайт у нас, например, по аналогии с инвокером покупает брасер. И будет бить руками или какую-нибудь еще ерунду. Которая дает минимум. Но при этом этот минимум идет в плюс. Нет, Драгонайту в плюс идет большое количество маны. В частности, Боттл может это обеспечить. Но СФО здесь немножко неэкономно поступает с Ботлом. Тратит... Не с Ботлом вообще, а со своим количеством маны. Тратит Брисфайр то на одного, то на двух крипов. Хотя, относительно комфортно для него фармить. В принципе, он милишник. В принципе, Супер здесь не экзортовый инвокер. Поэтому дэмэджи у Супера, по сути, тут Кот наплакал. У СФО дэмэджа 55. У Супера с Нол Талисманом 50. Уже тоже 55. Третий левел. Ну, мили с таким же дэмэджем, как и рейнджевик, разумеется, больше шансов имеет. Чтобы комфортно себя чувствовать в вопросах фарма. Айс, айс, айс. Айс, айс, айс. Уже убил трех крипов. Ого-го, Лешрак у Тортизи. 6 на 2. По крипстату первое место у нас у Хао. 10 на 2 для Разора. Хао идет у нас через Статик Линк. Через пассивку. В принципе, в принципе, в принципе. Пассивка не очень-то и нужна Разору против Бристлбека стоя. Ну, если где-то попытается поплевать Зай в Хао, то тоже будут проблемы. В общем-то, скорость бега. Это главный плюс сейчас для Хао. Ну и пошел высасывать дэмэдж у нас из Зая. Еще и по спине неплохо настрелял. Ну и пожалуйста, 100 с копейками. Теперь под оверчарджем можно, в принципе, и лесных крипов пофармить. Вообще не лишний. Ну, куда ты пофармишь? Зай тут уже все абсолютно оккупировал. Артизи вместе с Куроку через Найтмэр. Разваливают на нижнем лайне Андаинга. Фёстблат для команды Секрет. Золото чуть-чуть, Экспириенс чуть-чуть. Секреты исправили положение вещей. Проигрывали 300 по голде. Теперь в плюсе 100 по Экспириенсу. Выигрывали 300. Теперь 100 в минус. Зеркальная ситуация. Экспириенс и золото. Всё, короче говоря. Ай, подкололи пупей для Чена. Шутка века. Ну что, в это время Бристлбэк забирает у нас... Да ладно. Да ладно, ну. Бристлбэк в итоге у нас минус 2 делает. Я хочу это смотреть. 10 секунд назад, 10 секунд назад, 10 секунд назад. Что, смотрим, как был выход на Зая. Немножко перемотали. Ну и, в принципе, можем... Можем продолжать смотреть с этого момента. Хао. Очень много дэмэджа высосал здесь из Зая. Хао на лоу хп, на Хао Агритса. Здесь Тавр и Фенрир тоже здесь, в принципе, от огромной пачки крипов. И от Тавра развалился. Класс. Все, в принципе, смотрим в лайф-режиме, что нам. 3-2 становится счет. Секреты выигрывают. 400 по золоту, по экспириенсу 200 выигрывают секреты. Лешрак идет через Лайтнинг Сторм и через Плитэос. Классическая схема для современной доты. Диаболики просто-напросто не качаются. Хотя удивительно, почему нет. Все-таки Чен есть в пике команды секреты. Они могли бы на ранних лвелах нормальный пуш. Организовать. Но пока не юзают ничего подобного. Бегает по лесу Чен. Собирает себе нормальную армию зверушек. Ну и Диаболики от Артисти тоже не вкачаны. Он, в общем-то, без них может обойтись. Ну, комбинация команды Вич и Гейминг. Тут просто много сильных героев. Сильных героев, которые будут быстро бегать, сильно бить. Короче говоря, комбинация героев, которая позволяет в любом файте полагаться на собственные руки. Какой-то дополнительной маскамбы. Ну, я даже не знаю. Разве что Андаинг со своим Том Стоуном и Айвзу Сторм от Разора и все, что может влить туда инвокер. Ну, плюс трек, например, быстро нэш. Говорю, опять же, быстро бегай, сильно бей. Артизия ловит у нас под Том Стоуном. Отправляет у нас в Найтмейр Артизия. Артизия разбудили. Минус Артизия. Андаинг забирает этот фраг. Счет становится 3-3. На сложной линии команды Сикрет в это время Зай. 9 на 0. Против него Разор 24 на 6. 25 на 6 у Хау. Первый по фарму. На втором месте Драгонайт. 22 на 5. Дальше идет Айсайсайс 19 на 6. Ну и Супер на инвокере уже на четвертой позиции. 17 на 8 для него. Команду Сикрет загнали за собственный Тавер. Здесь кое-как совы пытаются отбиться. Дико крылы-потрошители, которые фармят от лица Чена. Делегаты просто из леса. От Пупея. По золоту Вичи Гейминг. Полторы тысячи. По Экспириенсу тоже полторы тысячи. Вичи Гейминг. Если ВГ будут и дальше фармить, что Сикреты будут делать попозже, непонятно. Что ловит у нас С4? Колдснэп пошел у нас по С4. С4 должны здесь забирать. ЕМП еще и под ноги. ФВА на ЛОХП. И Лайтнинг Сторма прибивают у нас ФВА к земле. Сплит у вас от Артизии не точно. Один в один в итоге Размен. Размен в пользу команды Вичи Гейминг. Забрали мидера, разменяли на не совсем удачного ганкера ФВА. Ну и что? Фенрир живой. Фенрир отсюда уходит. Фенрир умирать в принципе и не нужно здесь. Один раз правда он слился. Но это потому что под тавером лишнего себе позволил против Бреста. ФВА уже готов против Куроку файтиться. Айсайсайс. Том Стоун под ноги Куроку. В Найтмэр отправляют у нас Айсайсайс. Будет его ФВА. И ходят друг друга. Будет так весело. Так здорово это все получается. Куроку старается у нас делать ТП-аут. Не получается. Айсайсайс. Через Дикей развалил. А через Сол Рип. Через Сол Рип у нас Айсайсайс разваливает в итоге Бэйна. Ну потеряли Виспан на другой линии. Это все на... Это все на нижней руне. Тут Лешрак. На ура ворвался. Лайтнинг Сторм. Сплитус. Лешрак конечно по дэмиджу много вливает. На данной минуте. Виспу более чем предостаточно. Две с половиной тысячи золота Вичи Гейминг. Две тысячи экспириенс. Тоже коллектив Вичи Гейминг. Баунти Хантер. Нашел Чена в лесу. Чена отправили в таверну. Вичи Гейминг продолжает давить. По всей карте. Ну позволяет себе андайнг например по вражескому лесу пройтись. Точно так же как Фуай на Баунти Хантере. Он гуляет абсолютно где ему вздумается. Ну и делать нечего в принципе команде Сикрет. Просто терпеть пока что. Пока будут левела. Пока будут хотя бы какие-то шмотки. Которые позволят Баунти Хантеру не сливать своих тиммейтов. Ой своих. Ну вы поняли короче говоря. С фолловит. У нас колд снэп. С фолловит. С фолловит. Семь минут. Три с половиной тысячи золота Вичи Гейминг. Экспириенс. Три тысячи. Сикреты. Немножко слабо здесь смотрятся. Зай немножко получил спиритов здесь от весь спам. Не критично. Половину хп слил себе Зай. Ну в принципе ботул есть. Отпиться можно. Вичи Гейминг давит. В каждом файте по 500 голды. Все это по чуть-чуть. Все это аккуратненько. Но все это работает. Вичи Гейминг сейчас в плюсе. Давайте Нетворс смотреть. Первое место у нас супер. Супер скорее всего сейчас еще и Зая заберет. Должен по крайней мере. Да инвокер забирает у нас Зая. Еще становится 2-0-2 у инвокера. По фарму все великолепно. По фарму второй крипстат на карте. Но при этом по золоту выигрывает у Хао у нас супер. А что же так? Как же так? Розор умирал один раз. Может быть это сказалось. Инвокер пока 2-0-0 смертей. У Розора 1-1. Есть уже фейсбуцы. Есть 2 Роупа в Зе Мэджи. Есть ну талисман. 500 голды сверху для супера. Готовится скорее всего выйти в Оркет у нас супер. В принципе есть с кем разговаривать. Здесь Бэйн например. Приятная цель Бристлбэк. Вполне себе приятная. Да и Лешрак чего стоит под Сайленсом. Ничего вообще не стоит у нас Артизи под Сайленсом. Но пока что с Баунти Хантером может разговаривать. Под Вард заходит Баунти Хантер. И FY 150-й раз у нас по-моему уже умирает. Второй раз Баунти Хантер умирает. 4 ассиста не так много. Но мне что-то все... Кажется что гораздо больше у нас в таверну отправлялся Баунти Хантер. Ну статистика дело такое. Тут в принципе не поспоришь. 2,5 по экспириенсу Вичи Гейминг. По золоту 4000 Вичи Гейминг. При том что выигрывали больше. Томп Стоун пошел у нас тут Айса Айса. Куроку вместе с Артизи и Пупеем. Против него решили пофайтиться. Приходит Супер. ЕМП под ноги Чену. Пупей на лоу ХП. Пупей отъезжает у нас от ЕМП. Куроку. Туда же и за ним скорее всего отправится Артизи. Ульта пошла у нас от Андаинга. Словит это все лишь рака. Лишь рак еще и под спиритами. Пошел Сол Рип. Ну и даблкил от Эфвайя. Шестой левел Баунти Хантер. Появились треки. 6-11 счет. Золото. Огромнейшее количество для команды Вичи Гейминг. Экспириенса тоже эта игра близится мне кажется к своему завершению. Еще немного такого давления от команды Вичи Гейминг. И секреты просто-напросто сдадутся. Я думаю, что секреты, кстати, не гнушаются тем, чтобы рано заканчивать катки какие-то провальные. И переключать мозги, перестраиваться на новую какую-то игру. Следующую игру, например, в формате Best of 3. То есть давайте все забыли, проехали. Не будем расстраивать ни себя, ни наших зрителей. Не обольщать сильно команду соперника. Go next. Мы там вам надерем. Ну, я неоднократно это видел. В основном другие коллективы редко это используют. А стоило бы. Все-таки моральная помощь в этом некая есть. На лоу хп у нас уходит Хау. Или еще никуда не уходит. Забирает его Висп. Висп его будет подхиливать. Ну что, у нас файт. Сфо против Айс Айс Айс. Под Том Стоуном у нас. Сфо. И в соло Айс Айс Айс. Сфо просто расковыривает. Ну и дальше Разор. Через Плазмофил четвертого левела. 13-6. 550 и 840. Все в плюс для команды Вичи Гейминг. 7000 уже золота ВГ. 6000. Экспириенс ВГ. Ну и все. Товара падают. Команда Сикрет фактически лицом в пол уже лежит. Осталось ВГ просто немного додавить. FY улетает, пытался, точнее у нас улетать через Финс Грипп, через все, что есть тут у Чена. Развалили FY, ну и сплитовс еще от Лешрака. 713. Фраг дороговатый для команды Сикрет. 620 голды, 730 экспириенса. Это все фраги еще не учитывая трек Баунти Хантера. Теперь у БХ есть трек. Теперь фраги подороже, повыгоднее для команды Вичи Гейминг будут. Ну и по своему преимуществу ВГ где-то что-то должны наращивать. Да, 6000 видим по золоту ВГ. По экспириенсу тоже 5 с копейками, где-то близко к шестерке. Товара, правда, не падали. Команды у команды ВГ хотят, должны были. Ну то, о чем я говорил, комбан Тим Сикрет либо сработает, либо просто-напросто провалится с треском. Сейчас посмотрим. Сикреты выходят, скорее всего, пушить. Если не пушить, то хотя бы ганкать. Хотя нет, пушить, пушить. Кого тут ганкать? Все ушли, и об этом знают Сикреты. Надо выводить свои зверей Чену, надо быстренько спушить Т1 по нижнему лайну. С4 у нас поднимается с лоу граунда, но это же детская ошибка. Хотя не напали ВГ, простили его в данном случае. Ну, кстати, клинк здесь от Хао. У Хао уже плюс 140 дэмэджа, минус миллер команды Сикрет. Дальше побежал Хао, Eye of the Storm. У него, в принципе, мув спид большой. Артизи здесь ловит, пытается поймать. Плазмофилд, даблкилл здесь от Хао. Продолжение издевательства над командой Сикрет. Спириты от Фенрира. Зай решил подраться. Фенрир на фулл ХП подхилен здесь Ice Assassin. Триплкилл от Хао. Пупей. Скорее всего, тоже налог ХП, Артизи ловит у нас Хао. Ну и Хао может умереть, а может и не умереть. Минус 4 дэмэджа от командовича гейминг. Никто не умирает. По золоту это пожалуйста. 3000 на ровном месте. 3200 по экспе. 8.17. Таура падает. Я думаю, что... Все понятно стало с Сикретом. 10 тысяч золота ВГ. 8 тысяч экспириенс ВГ. Валят они просто как дурные эти ВГ. Сикреты здесь. Ну обычное такое, в принципе... Обычная отбивная, которую ВГ просто-напросто тут разделывают, готовят, потом съедят. Немножко совсем осталось, я думаю, команде ВИЧ и гейминг додавить. 13 тысяч... Ну, 13-ая минута. 13 тысяч золота. 10 тысяч экспириенс. 10 тысяч экспы. Еще страшнее, чем 13 тысяч золота. По левелам здесь перефарм просто адский. Я уже фраги не комментирую. 8-го левела у нас Зай, СФО и Артизи. И здесь 11-ый, 11-ый, 10-ый. Айс 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 на лоу ХП через Солури подхиливается. Убивает двоих игроков команды Сикреты. Только Айс Айс Айса потеряли. Минус 4 делает команда Секрет. Ну, все. Точнее, команда ВИЧ и гейминг, все просто из рук валится. На лоу ХП. Один раз ушли на лоу ХП. Два раза. Ну, и так, по чуть-чуть золота продолжает капать в команде ВИЧ и гейминг. Сейчас еще и Тавер по мидлайну пойдет. Команда Секрет должна была пушить. У них все было для пуша. У них был Лешрак с диаболиками. Диаболиков в итоге у Лешрака близко даже нет. У них был Ченц. Со своими крипами никаких крипов у Чена нет. Да и Чен сам по себе как будто отсутствует. 0-3-3 идет Пупей. Пока что Секреты намного слабее, чем ВИЧ и гейминг. Давайте по вещам пробежимся. Есть даггер у Баунти Хантера. Просто, чтобы врываться, давать удар и уходить в инвиз. Ну, и треки, конечно же. Треки, треки, треки. Инвокер уже с Оркетом. Ну, талисман, фейсбуцы. У инвокера по фарму все великолепно. Кстати, по Нетворсу что там? Разор. Драма Фендеренс, Пауэр Трэдс, Огр Клаб. Скажете немного. Да, это немного. Но для 15 минуты это жесть как много. У Андайенга уже есть Мека. Уже есть Аркан Буци. Немножко совсем осталось до появления... Ну, например, Гвардиан Грифс. Вещь, которая на Андайенге, по-моему, просто обязательная. Потому что всегда бывает Мека. Всегда бывают Аркан Буци. Почему бы их не объединить до слот себе с дополнительными всякими фишками не получить? Еще минус один делает команда Вичи Гейминг. 8-23. Почти в три раза переубивали своих оппонентов. Еще один килогрит Вичи Гейминг. И 24 разделить на 3 равняется как раз 8. 900 голды Вичи Гейминг в этом файте. Через трек забирают Зая. Плюс 969 экспириенсов. Экспириенсов всего, в принципе, у ВГ предостаточно. Инвокер 17 тысяч по золоту. И... Ой, инвокер. Вичи Гейминг 17 тысяч по золоту. По экспириенсу 12 копеек. Уже более тысячи преимущества по голдея ежеминутно от команды Вичи Гейминг. Это дальше будет идти, идти, идти. Если команда Сикрет не остановит своих оппонентов. FY. Пошел трек по Пупею. Просветка пошла от Пупея. Все, уходит отсюда FY. Дал просто Сюрикен и отвалил отсюда Пупея. И не успел даже удар нанести. Еще один трек на Артизе. Теперь понятно, где вся команда. Сикрет. Ну что, Вичи Гейминг выходят на мидлейн. Ну, вы видите, насколько Пупей боится. Он отправляет крипов, просто чтобы они хоть кого-то тут продамажили и улетели под фонтан. И то чуть не потерял всех моментально у нас Пупей. Так, уайся, айся. Томпсон 4 левела уже откатился. Можно, в принципе, драться заново. 17 минут, 20 тысяч золота. 17 минут, 15 или 14 тысяч экспириенсов для команды Вичи Гейминг. Ловят Хау. Будут пытаться убивать его. Если убивают Хау, будет возможность закомбетчить. Если нет, то забудьте вообще. Сфо у нас под стати клинкому Хау плюс 112 демеджа. Eye of the Storm. Зай на лоу хп. Еще и плазма фил тот Хау. Хау выхиливает здесь в итоге висп. Минус 3 делает. Командовичи Гейминг теряет только айся-сайся. 2200 по золоту, 3000 по экспириенсу. Хау потерял все, что стати клинком здесь на стиле у своих оппонентов. Ну, в принципе, втроем и так могут развалить. Т2 по мидлейну падает. Команда Сикрет не знает, с какой стороны подойти к своим оппонентам. Убивают Т2 по мидлейну. Перемещаются на топ лейн. Нижнего Т2 уже давным-давно нет. Остался последний внешний тавер. Кто кого собирался пушить, вообще непонятно. Чен в пике команды Сикрет. Просто доходяжный рахит. Ничего у Чена не получается. У него есть баклер. Хедреска до сих пор отсутствует у ПП. Есть у него Урну в Шадоус. Но команда Сикрет никого не убивает. Поэтому Урну в Шадоус единственный раз пополнилась. Больше не будет. Бристалбек у нас с ПТМ. С батлом Зай немного вынес, но... Ой-ой-ой. Посмотрите на Нетворс. Ровно... Все очень ровно разделилось в игре. 5 первых мест для команды Вичи Гейминг. Просто жесткач какой-то. Вичи Гейминг. 5 первых мест по фарму. 11 тысяч Хау и Фенрир 5200. А тут Артизи. Мейн Керри вроде бы по номиналу. Фармящий Лешрак. Только-только заработал 4600 на 19 минуте по ее окончании. Ну, куда вообще файтится? Последний вонючий саппорт. Команды Вичи Гейминг сильнее фармит, чем... Чем фармит Мейн Керри команды Сикрет. Команды Вичи Гейминг. Еще один килл от команды Вичи Гейминг. Счет становится 9-27. Ну, вот опять в три раза больше убила команда Вичи Гейминг. По золоту ВГ выигрывает 24 тысячи. По экспириенсу более 15. Где-то под 17. Дальше погоня за Артизи. Ф.Y. Под пульс новая здесь ничего так подгорает. Ну и сплит-ос на тебе, Ф.Y. Слишком нагловато повел себя... Повел себя Баунти Хантер в данном файте. Ну что, у нас драка не заканчивается. Eye of the Storm от Хау поднимает у нас в Торнадо Бэйна. Бэйн, скорее всего, в таверну. И СФО, скорее всего, тоже в таверну. Хау через Статик Линк. Плюс 140. Годлайк. Для Хау, ну, пишите же вы, ГГ. Это же ужас какой-то. Это Team Secret, за которых я тут распинался. Рассказывал, что такая команда, такой состав. Вообще не слышали Вичи Гейминг о таком составе. Ну, это в первой игре. Это в первой. Дальше, может, дела и изменятся. Теряет Аегис у нас. Хау. Хау. 10-1-9 счет. Падает здесь Бристлбэк после Торнадо. Ну, и Чен на лоу ХП уходит у нас под фонтан. Ну, куда тянуть, толком непонятно. Последний внешний Тауэр сейчас рассыпется. Ой, наплевали у нас Ван Даинга. Висит от Бристлбэка всякая ерундистика. У Инвокера 3800 на руках. У него есть Оркет. У него есть Форст Тафф. У него есть Нолл Талисман. Есть Фейс Буцит. Да всего предостаточно. У Хау уже собранный Агоним в Курьере. Просто надо принести. Есть БХБ, Драма Фендеранс, Ринга Факвила. И Тапок тоже для Хау Грейжины. Это Пауэр Трэдс. Много ХП. Многофункциональный у нас абсолютно Разор. Крепкий, сильный. Айв Зе Сторм всех налево-направо разваливает. Поймать его и Бирс Дэмэджем слить невозможно. БКБ есть. А он сам тут кого угодно через Агоним развалит. Айв Зе Сторм провязала у нас Хау. Пошла... Вообще... Пошла у нас драка на хайграунде. Но это не драка. Это больше похоже на избиение. Ну что, убили у нас Андайинга. Получилось у команды Вичи Гейминг. Томпстоун, правда, до сих пор стоит. И СФО готов здесь файтиться против Супера. Минус Бристлбэк. И дальше под БКБ Хау. Айв Зе Сторм плюс... Дэмэдж с руки от Хаун. Трипл килл от мейнкерри команды Вичи Гейминг. Ну и посмотрите на мейнкерри команды Сикрет. У Артизи есть поинт-бустер. Он этим поинт-бустером решил забить всю команду Вичи Гейминг. В это время у Розора 15 тысяч. Ой-ой-ой. Розор более чем в 3 раза переформил у нас Артизи. Хау наформил 15. 250. 4 900 для Артизи. Больше чем в 3 раза. Артизи, Артизи. Опомнись. Что это за дота? Уйди в лес. Ну не показывай. Вдруг смотрят. Я не знаю кто. Вдруг знакомые смотрят. Невозможно же потом общаться будет. Там половину подписчиков можно потерять. И половину друзей просто в доте. Это шутка конечно. Но такого провала Артизи наверное еще не ощущал. Наконец-то нервы команды Сикрет. Сдали у нас и пишут ГГ. Поздравляем Вичи Гейминг. Первая каточка. Быстренькая, коротенькая. За 22 минуты 44 секунды. Это еще Сикреты постарались. Потрепать себе нервы. Ну и потянуть время перед поражением от команды Вичи Гейминг. Тут в принципе без шанса. Ну что, это игра в формате Best of 3. Ждем либо вторую победу у команды Вичи Гейминг. Либо победу у команды Сикрет. И тогда будет третья решающая катка. Напомню еще раз. Этот матч уже состоялся. Он был сегодня ночью. Мы его просто стримим. Как повтор. Но комментируя в прямом эфире для вас. Для вас работает студия ГГМ ТВ. У микрофона друг. 2-3 минуты. Пауза. И услышимся на втором матче. Субтитры сделал DimaTorzok